Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала! Сегодня у нас 23 апреля, замечательный солнечный день, погода отличная, пчелы летают активно, носят обножку, немножко нектар, смотрю, начали заливать чуть-чуть, напрыск появился на суше. Сегодня я хотел бы вам показать одну сильнейшую семейку и рассказать о том, как можно сделать расширение и когда его нужно делать. Покажи. Очень важно в апреле месяце, в мае, когда в гнезде расплод, сделать правильное утепление. И я хотел бы отметить, пока есть такая возможность, я изготовил утепление, подойди ближе, изготовил утепление из листьев тростника. Получилась вот такая вот отличная подушка, она легенькая, замечательно пропускает воздух и при этом хорошо сохраняет тепло. Сейчас начнем с края, посмотрим какое количество расхода у нас здесь и я думаю, что можно будет расширять здесь утепление у меня стоит. Я сейчас убрал его и будем смотреть, что у нас там с кормами. Ну, здесь корма есть на рамке. Келограмма полтора, наверное. Сейчас посмотрим, давайте, что там у нас. Так, встану на солнышко. Вот смотрите, видите, напрыск блестит на солнышке. И тут они, нектар начинают нести. Так. Ты знаешь как, не отходи далеко. Я нет, Саш, ты не переживай, я подойду, когда ты будешь поднимать, я подойду. Нет, смотри, нет, ты подойди и держи, чтобы люди видели, как я работаю. Хорошо. Спасибо. Только мне тогда надо вот так вот встать, потому что ты загораживаешь половину своей работы своей рукой. Хорошо, я буду вот так стоять, не буду разворачивать ее. Так, ну вот здесь вот должна быть вот эта сев, маточка сеет. Здесь хорошо видно, может быть, будут личинки. Так, давай вот здесь, подними вот сюда, вот на эту область не веди. Так, я сейчас буду потихоньку вот так крутить, может быть, будет видно на камере. Видно, видно. Вот беленькие точки такие, палочки вытянутые, несколько миллиметров, там пару миллиметров, может. Так, ну вот этот расплод, первая рамочка. Сейчас посмотрим, что у нас дальше. Так, вот печатный расплод, вторая рамка. Хорошо покрыло с этой стороны. Вот тоже, смотрите, такой сев. Так, посмотрим, что дальше. Тоже, вот смотрите, от края до края печатка. Отличный расплод. Ну и здесь маточка у меня довольно сильная. В прошлом году два раза я пытался удержать, два раза роились, но мне везло, я вовремя снимал рой. Ну, здесь вот еще одна рамка с расплодом. И смотрите, здесь печатный расплод и, значит, открытый. Открытая вот личинка. Личинка, белая личинка. Уже дней 8-10 есть. Так, и на этой стороне так же. То есть здесь пчелы, яичка образуется в личинку. Личинка вырастает. И на 10-11 день пчела запечатывать начинает ее. И уже печатный расплод. Так, получается, здесь раз, два, три, четыре, четыре рамки у нас есть расплода. Вот эта должна быть пятая. Ну, что тут? Тут пергой заносит. Пергой заносит. И есть также личинка. Ну, не личинка, а сев. Яички здесь в центре. Плохо видно, там пятачок небольшой. Так, а здесь? Здесь хороший сев. Опять же в центре. Здесь эту часть они пергой заносят. А здесь пятачок сева. То есть это получается у нас уже пятая рамочка. Раз, два, три, четыре. Да, все верно. Сейчас мы вот так его накроем сверху. И будем смотреть дальше. Так. Здесь корма. Вот это старые корма, запечатанные. Сейчас мы распечатаем их. Чтобы пчелка не мешала, немножко стряхнем. Вот так. Вот так. Чтобы они корма старые не оставляли, чтобы они их активно начинали забирать и перерабатывали старый мед. Вот так. И с обратной стороны тут пятачок. Но тут осталось несущественно. Вот и тоже напрасно видно. Начинают потихонечку собирать нектарчик. Так. Ну оставляем. Значит получается семейку у нас неделю назад мы осматривали. Было три рамки с расплодом. Сейчас уже пять. После того, как я поставил верхнее утепление, матка активизировалась. Начала активнее сеять. Вот. Это хороший показатель. Как смотрим дальше. Вот здесь заставная у меня. Так. Вот здесь у нас тоже напрыск. Напрыск с этой стороны хорошо видно. Вот в этой части. Особенно. И здесь. Также напрыск пчелки заносит. Так. Ну здесь мы видим, что пчелы много. Здесь вот в этой рамке. Подойди ближе. Показываю так сверху. Здесь вот у этой рамки, которую мы смотрели с вами, есть большое количество ячеек свободных. Мы сейчас подвинем их ближе к гнезду. Есть и напрыск. И перга есть. Вот, посмотрите. И в принципе, большое количество ячеек есть для сева маточки. Мы пододвинем ближе к гнезду ее, чтобы она засеяла. Так. И подставим сюда им ващинку. То есть мы на одну рамку нарастили. Поставили ващину. Матка через недельку должна засеять ту рамку, которую мы сейчас подставили. И мы перенесем, получается, ващинку. Они тоже уже начнут, должны будут начать тянуть. Мы ее перенесем на место утепления. Утепление сдвинется ближе к краю. Вот. И потом мы здесь уже отстроены все. Будем, скорее всего, через неделю уже делать верхнее расширение, подставлять в магазин второй корпус. Когда я буду проводить эту манипуляцию, я вам обязательно покажу, как я это делаю. Но технология такая. То есть наращиваем по мере того, как пчелы будут осваивать рамку. Смотрим, пчелы на рамку перешли, начинают тянуть овощинку. Значит, можем, ну когда вот она до суши уже оттянулась, даже хотя бы в половину, можно уже к гнезду ближе ставить. И вот я сиропчик здесь приготовил. Я посмотрел, пробежался тогда в темноте, все это давал им подкорму в торопях. Лишнее дал в одной гнезде, там два больших пакета. Я вот решил все-таки оттуда взять сиропчика и подставить пчелку. Потому что здесь тоже я посмотрел по кормам. Есть, но перестраховаться лучше на всякий случай. Тем более там подкормка такая у них. Получается лечебная, я им сделал. Пускай будет в целях профилактики. Стараюсь подробно говорить, чтобы все было понятно. Конечно, много информации, тоже сложно. Но вот смотрите, как подушку я располагаю. Здесь пустота немножко. Ну, здесь кормовые рамки стоят. И в принципе обгоревать и ни к чему. Вот расход у нас в основном здесь, гнездо у нас тут. И вот мы сюда подушечку и положили. Ну что, дорогие друзья, я очень доволен такими результатами. Маточка работает прекрасно. Пять рамок расплода. А на следующей неделе я планирую делать расширение вверх, подставлять в магазины. Об этом я обязательно вам расскажу и покажу. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишись. Обязательно поставь лайк, если понравилось видео. До новых встреч, друзья. Пока-пока.